так друзья здравствуйте мы с вами в чудесном краю называется Курганская область ничему не удивляйтесь о чём сейчас пойдёт речь да вы наверное уже привыкли к моим этим самым и так я объясню сразу после начала звонка слушаем теперь мы вас будем слушать сами напросились значит так преамбула преамбула я сейчас чтобы вы знали включил на экране компьютера фотографии под названием природа Курганского края и пока мы будем говорить я тихонечко буду где-то раз три минуты менять картинку для оживляжа почему разговор этот аудио вот зачем говорить в пустоту когда можно показать параллельно ваш красивейший край вот которым кстати садоводством не очень походу вы подтвердите или нет я объясняю нашим уже не вам зрителям что ко мне позвонила дама из Курганской области город Шадринск так вот дальше значит и меня такая манера особая это находить интересных людей а если по большому счету с какого-то момента их находить не надо они сами находятся и вот мне минут пять назад вы позвонили и сказали это я всем объясняю я агроном но не ну ясно зерновой да зерновик вот то есть для садоводства вы просто обыватель так получается именно в плане садоводства поэтому я сейчас попросил вас сделать перерыв пока я настрою аппаратуру настроил какой будет разговор понятия не имею и о чем пойдет разговор единственную фразу которую мы успели произнести почему я остановился это разговор до записи вы сказали покупали саженцы а теперь я вас слушаю поехали я хочу заняться немножко для себя с удовольствием в своем обороне ну как-то у меня не очень-то получается и я вот ходу все на рынок и покупаю вот эти вот саженцы на вид они конечно красивые но когда их купишь и принесешь домой соответственно там подготовишь землю для них развернешь этот их не упаковку поставишь все как надо стараешься я могу заправить там и ждешь можно поэтому давайте мы для людей работаем так я же вам как сказал будет 10-минутный фильм получится на 10 процентов скидку делаю вы позвонили как покупатель на 20 процентов фильм получится значит 20 процентов скидку делаю давайте давайте так вы сказали первое что я успел уходить вы сказали заправляла яму чем заправляли колитесь так уже смертельно дальше еще хуже еще компост ладно если он старый старый еще что-нибудь вспоминайте ну и все верхний слой вы знаете я с вами как с коллегой разговаривали при садном хозяйстве лет 15-20 назад застряла память и как-то найти надо было просто типа новость в совхозе таком-то был заложен большой сад был задан перегной в ямы в сад погиб то я зацепился за эту фразу потому что я с перегной никогда не задаю а у меня сад никогда не погибал и с тех пор я уже начал опасаться потом провел эксперимент посадил в садженце чистый перегной они все умерли ну хорошо 50 процентов перегной не может означать что если 100 все умерли а 50 значит будут процветать и тогда я понял то есть урок и такая есть такие люди которые нас довели до сумасшествия довольны например вы знаете что за всех задают 10-20 килограмм железа в яму посадочную размером полметра глубиной ну и 50 сантиметров то есть набивает железом а он не знает что железо надо в тысячу раз меньше в 10 тысяч раз меньше это микроэлемент а вот туда килограммы вот поэтому будем все так что вы задавая больше дальше будете все равно садить иначе не позвонили значит большего перегнать не только перегнать не железо ничего давать не будете то есть яма будет и я даже не будет там будет холл но про это уже вы знаете и ничего задавать туда нельзя это все вообще нельзя ни грамма даже миллиграмма так спая пойдем дальше надо найти истоки ошибок значит вы когда были на рынке вы покупали санкции вы спросили откуда дровишки нет они говорят откуда дровишки нет откуда привезли откуда привезли откуда-то привезли да вот перекупили и продают такие санкции и когда посадишь они там растут ли там вроде бы все так хорошо возьмутся там зиму перезимуют все все ну понятно с южные так а скажите как вас зовут а то как-то неудобно получилось так стыдно ну ладно тогда я валер так хорошо все это сейчас еще картинку поменяю вы потом увидите все это вы кого мне потом по ватсапу запросите вот этот самый фильм хорошо вы первые получите надо кстати когда я посмотрел несколько вот сейчас идут в 45 картинок везде близки грунтовой воды я ничего не путаю здесь холмы но ведь кто-то в посадите вне зиме прям как на русском понимаете у вас сколько до воды мы же ищем из таких ошибок а вернее причины вот как близко все березы растут а абрикос можете погибнуть два метра до воды два с половиной это вот прям как бог меня посол вадима груди нету сколько до колодец 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 есть колодец есть так это слава богу это отметаем эту причину так а то на картинках кругом сплошные это озера и вода близко близко вот как бы специально вот фотографии снимали и близко грунтовой воды вот деревья некоторые из воды торчат ну дикоросам ничего не сделаются а вот культурные боятся груши боятся прикосы идем дальше по это просто извините не закончится это давайте так значит вы когда садили саженцы вы обрезали или еще тогда не в курсе были по железовской технологии от половины до двух трети высоты посаженного саженца не отрезали а где двухметровых надо отрезать три четверти конечно то мало то есть еще одна ошибка верхушку отрезать это ничего не значит так что здесь тоже пока минус так теперь что будем делать дальше время идет скидка ваш капает считаете что уже посидеть процессор скидали с моей цены ладно слушать им дальше и так придется вас что вы будете покупать у меня вы сказали косточки черенки у вас есть на что приводить черенки ну да есть вот у нас свои водички о о о свои это яблони водички да яблони а не найдется у нас случайно терное терносливы и и вот местную тоже сливу черенки но тернослив как он называется тернослив такой мелкий он тоже местный ну так раздобудите нет для нашего случая раздобудите его можно прям пересаживать и тут же привать да я его процедила в прошлом году и у меня два гусика такие хорошенькие уже пол а теперь вам придется душа разорвется на части хорошо бы привить роскошную сливу а может быть сразу персик а ну можно а всего два кустика поискать по округе можно кустик выкапываете приносите к себе приводите и садите бутылка и накрываете для лучшего проживания подумайте а эти кустики то у меня вы приводите я говорю два мало два мало? да это двадцать сад ходить иметь? ну десять ладно уговорить ага ну яблони побольше поди у вас диких да яблони то яблони то у меня побольше только у меня толку то от них нету будет а вот они бы привить для такого бы хорошо поливать будем скелет или у земли какого они возраста и размера ну вот одна-то большая яблони но я ее постоянно подрезаю ну в скелет получится в скелет тогда скелет можно сколько? на сколько? чего? на сколько п пить яблони то у меня две три три так раздобыть можете но это не серьезно две слива или там два терна три яблони то что это за сад а и груша аааааааааа асавел сбора так расчет на них нельзя привать так короче начинаем может быть тогда пока это закажите всего несколько черенков ну там пару яблок пару сливу плюс персик и пока все если нет но если вы активный чек у соседей всю ночь придете и вы копаете или заплатите кому бутылку кому 100 рублей вы копаете и по двое перенесете к себе короче дальше на ваше усмотрение а я пока перехожу к косточкам семечкам вот сколько у вас суток а сколько из них пацан под картошку пацана даете пять соток вы считаете сотка 10 деревьев 50 деревьев потянете посадить так вот для начала надо сотню вырастить чтобы потом когда после хороших зим дай бог 50 останется а что такое сотня то что у вас сейчас если ты считаете нету начинаем с нуля выписываете я не вам говорю для всем выписываете ну допустим диких уссурийских груш но не меньше трех десятков выписываете диких я моих 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 одичавших ранеток они лучше всех принимают эти при приводе то есть прививки вот тоже не меньше трех десятков вы пишете не меньше полсотни косточек манжурского абрикоса или сыновей и сами будут давать плоды а чаще дик периоде сливки дают полсотни это максимум это максимум ладно 30 процентов скидку делаю вы особый чек тем более свой чек доску все-таки агроном вот и вот когда вы все это слойте до кучи об этом мало потому что на одних сливы и абрикос вы еще песики потом приведете вот когда будет на что привать а потом вы еще не просто привете сливы они разного класса они бывают и эти самые одни принимают хорошо слива другие наоборот принимает хорошо абрикос а третий принимает хорошо персики и вас будет лучше сад сразу а для этого сколько получается пальцев я зову 50 30 20 ладно 200 косточек ладно по это самое они абрикосы по 25 эти по 20 ну короче 5000 делом скидку 30 процентов получается ладно 3000 за все это ведь я не мелочусь и сейчас мы заканчиваем разговор почему у меня он совсем закончится знаете почему потому что возможности ограничен у этого который записи ведет господи ну встроенную карту под аппарат это камера вот сейчас она сама становится поэтому мы будем заканчивать разговор он был общий я считаю очень полезный вот сейчас еще вы посмотрите-ка потом какая красотища как будто все лучшие художники мира фото художники снимали все это знаете только чего тут никогда не найдешь сказать садов настоящий садов я щас перед этим нашел старый фильм всех летней давности я двух женщин учил заниматься этими рамками как делать рамки как я с ней учил их рамками владеть и все заметили что почему я отодел право делать потому что все это было в огромном абрикосовом саду с огромным количеством плодов я имел право это делать вот тут нигде патогенная зона зато и абрикосового дерева нет а вот тут нету зоны где патогены патогены и вот они урожают 20 ветер на дереве вот это все придется вам еще догонять для чего я заканчиваю чем вы потом мне отдельно по ватсапу фамилиотество адрес телефон я та самая в Курганской области мы теперь друзья я света светочка вот так вот дальше да нет по ватсапу по ватсапу нет нет сейчас мы заканчиваем разговор вы просто попросите молодежь кого угодно вот это же телефон мой по которому не позвонили 8 960 776 86 72 вот по ватсапу мне напишите вам любой поможет это сделать так это лучше прям а нет тогда перезвоните мне еще завтра сегодня уже не успеваем завтра закончим разговор так а или через два часа я освобожусь это будет там я прям по телефону смогу принять заказ фамилиотество адрес хорошо хорошо ведь поймите я стараюсь закончить сейчас запись просто закончится вот что устал мы не для вас говорили то мы вас использовали и дальше что завтра вебинар завтра понедельник завтра 20 приглашаю 16 по москве вот и вы говорите что то видели может быть вы участвуете участники участник вот все эти темы мне в день получаю от пяти до десяти звонков это же как вам расскажу рассказывает а потом что что могу переношу на вебинар самые интересные вопросы вот и так повалечку будем россию перестраивать хорошо все через два часа звоните этого времени освобожусь и вы просто я приму ваш заказ и на отвечу на вопрос а все давайте сегодня не вывод кладу напомните всем скидку обещал и прочее прочее я все забуду памяти нет а вам я вас я благодарю благодаря вашему звонку получился нормальный разговор потому что вести день каждых ста человек которая садят вот покупая на рынке 99 ничего не имеет а соты это самое может даже целые два года прожить у того и почему у меня страшно огромная статистика ну все благодарю за внимание заканчивается запись да пока так друзья пока